здравствуйте дорогие друзья с вами интернет канал максимадзе и сегодня мы продолжаем смотреть на историю игры hello neighbor от начала до конца сегодня мы посмотрим с вами на версию клона и баральфа 2 которая вышла 22 ноября 2016 года обновление прям вообще полный меняет в игре все почти ну и короче говоря когда мы заходим вот так вот такая вот менюшка нас встречает где нажать на пробел это посмотреть историю и на b это сразу прям начинать игру давайте историю посмотрим так обучил обучалка идет нажмите на е чтобы открыть собрать вещи найти дом войти внутрь и перетащить все туда вот это нас просят сейчас сделать написано такие из андерс то он внизу my box то есть под камнем у почтового ящика ключик надеюсь хромакей не будет работать как говна кусок сегодня да какой садизм шире шевельнуть каменюгой баррун игра учит нас как издеваться над птицами блин что это такое что это за несправедливость что это за нарушение закона блин есть еще такая версия на которой я делал обзор два года назад ну полтора точнее обзор кстати очень 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 много просмотров набрал прям даже сосчитать не ним не могу прыгать прыгать с этим нельзя пока что обзор версии альфа 1.5 это как бы ранее версия альфа 2 но она кстати даже лучше чем альфа 2 можно еще можно еще удалось снимать кс там был полный подвал здесь он не полный к сожалению но и реалистичность и рисовки был тоже хорошо все это снимаем хотя это принципе не нужно там реалистичный до стиль рисовки был и вот этот музыка который здесь играл она была другой можно пошариться по дому здесь рамка немножко не недоделанная шкаф можно спрятаться еще вот дома здесь вот напротив вот этот запомнить запомните какой здесь был дом и чё все двери открытыми остались но долго ждать счет но не погвозим помощь час а у нас вместе с диваном вытащил на улицу походу а в доме теперь сосед какого-то хрена отшивается так удерживать и шившу бежать и вот теперь дом здесь вообще другой здесь не такой дома тот дом теперь он там где стоит все короче поменялось целая куча загадок на котором мы не знаем ответа так вот этот сорвать было бы неплохо можно было ту дверь открыть гостиный тогда мы могли бы увидеть модельку главного героя наверное сваливать лучше а то иногда бывает что вот когда вот после вот этого шкафа который только что придался выйти сосед нас поймает игра зависнуть может и толком хренчу потом сделаешь это наш дом вообще бедный туалет в ванной есть здесь вообще ничего нет умывальник столик с телефоном ну и все та дверь вообще закрыт там ничего на самом деле нет это он так может показаться что он факт нам показал но самом деле он дверь закрывает так короче есть несколько способов пропасть в подвал тут реально уже несколько способов несколько разных и мы выбираем с вами какой вот это вроде бы лифт но он не рабочий он низ никуда не поднимает в полной версии игры уже поднимал здесь можно забраться если взять если где-то магнит достать можно отмычку себя при магнитить это очень хорошо но отмычку также можно найти в одном из ящиков на кухне также можно там найти в холодильнике ключ от вот этой хрени также если вот здесь тут с генератором и переключателем который висит вот здесь можно попасть на второй этаж блин сосед кстати бегает очень быстро здесь быстрее нас по моему силой мысли закрывает двери сосед у нас походу есть один прикол еще если вот сюда подойти мимо нас машина проедет машина главный герой который в текстуры еще заходит вот это вот вот этот дом это кстати дом из том главного героя из при альфы и альфа 1 только без окон без дверей здесь еще здесь есть здесь еще один такой только в других цветах ой я чуть застрял но тут и тут вообще несколько их он там откуда машина выехала там тоже он такой же есть дом тут на самом деле еще дома такие есть можно даже побегать можно даже чуть найдем вон он там еще один такой есть дом короче говорят таких домов очень много возможно есть даже еще где-нибудь короче каким бы нам способом вообще чем ключик у соседа как мы от этой двери у соседа на поясе надо как-то к нему подкрасть и схватить давайте пройдем это с каким-нибудь способом поинтереснее короче на говоря надо открыть ту дверь чтобы быстрее было вот там проход на второй этаж есть нужно включить генератору да и нажать на рычаг быстро залезаем сюда извините извините и пролезть вот сюда и пока проход не закрылся опять да вот есть вот ворона это кричит в версии альфа 1.5 проход на второй этаж всегда был открытый а ворона сосед к вороне пойдет если услышите он в принципе в этой версии тоже слышит только он сюда попасть не может теперь вверх есть если может кстати произойти такой баг если сразу две штуки зажечь в этот раз чуть не сработало давайте попробуем еще раз раз два а нет я один только зажег раз два и не сработало иногда после двух когда сразу два активируешь может огонь остаться продолжать гореть но мы от него опа какого фига ну нафиг вообще эээ в смысле тут уже кстати на еуде удерживая предметы выбираются а не на ф как в предыдущих версиях здесь находится этот здесь надо короче лом для того чтобы отковырять так отсюда мы теперь хрен вылезем надо окно разбивать в смысле ах вот еще одна камера офигенно и чтобы она начала искрить надо обязательно предмет швырнуть в камеру именно предмет если просто камеру выдернуть и кинуть она продолжит работать ну хотя правда когда если мы в нее попадем то ничего не произойдет а а я разбил же уже все короче один из ломиков находится вот на антенне прям сверху на антенне его можно подобрать но давайте мы с вами задействуем более немножко другой способ с помощью отмычки можно с помощью магнита можно вытянуть отмычку версия 1.5 она еще магнит еще звук издавал можно сразу с помощью отмычки можно открыть как и как замок от сарая так и замок от вот этой двери с красным замком давайте сделаем короче там ружье ну давайте откроем почему бы нет отмычка есть тут еще одна отмычка если что есть гаечный ключ здесь есть один напомню есть еще один гаечный ключ который находится в холодильнике на кухне так гаечным ключом открываем вот эту вот хрень всю тут в крыше дырка есть а ломиком там дверь же открывать надо так надо капкан обезвредить нафиг а зачем я предмет беру у меня же ружье есть я с помощью ружья вообще что угодно теперь могу ломать никакие предметы не пригодятся ладно давайте попробуем пробраться на кухню у пояса к поясу соседа подходить довольно рискованно блин кстати сосед получать урон может ну как урон да баганута конечно немного но если у него стрелять или что-то кидать он будет он это его замедливать будет в нужных версиях такого вообще не было да как то на кухню попасть а давайте свет выключим в этом ящике находится отмычка здесь еще вот видите вот здесь ключ находится так соседы так понимаю шкафы в этой версии открывать еще не умеет есть один еще есть один еще хитрый способ такой в ванной лежит усыпляющий усыпляющие таблетки их можно применить вон на то молоко на которое я показываю давайте этим сейчас и займемся блин надо а гаечный ключ нам уже не пригодится можно их применить на молоко и по идее сосед должен выпить это молоко и заснуть но что-то я даже но что-то я когда играл я что-то даже не заметил разницы вообще да да я да ну нафиг нас сосед кстати ни разу еще не ла не ловил по моему о сосед в этой версии уже начинает заниматься зарядкой и можно к нему в этот момент подкрасться и захватить ключ то есть нам уже отмычка в принципе не нужна мы ключи мы ключик этот взяли можно отмычкой открыть а можно и ключом да только придется пересчитать пока он зарядкой и по моему нас ни разу еще не ловил да и он вообще в другую он туда пошел теперь ладно сейчас он пойдет домой к себе а вот и поймал я надеялся что он нас не поймает но все-таки поймал ну ладно 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 зато мы добыли и лом и ключ карты и все что нужно для подвала я такое чувствую что он гостиной нам туда значит нам туда нафиг не надо ну давайте посмотрим можно теперь через замочные скважины заглядывать а его тут нет пик пикает еще что-то постоянно не успел ну ладно он в гостиной зараза он в гостиной а он зарядку делает ну блин теперь опять ждать его надо он как я ненавижу это делать и как он там где то справа Ну, мы попали, собственно говоря, в подвал. Так вот он выглядит. Музычка такая вот, непонятная. В версии альфа 1.5 ее, кстати, не было. Если подойдем, видно, что там что-то есть дальше. Но если мы подойдем к двери, то игра закончится. И дальше ничего мы сделать не сможем. Ну, видно, что интерфейс игры как бы еще по-прежнему доступен. Если бы у нас... А я могу переключиться на ружье? Видите, я стреляю из ружья. Если стрелять по этой двери, к которой мы подошли, вот этот звук по-прежнему будет издаваться. При нажатии на «Ё» еще есть командная строка. Так, только на английском языке. А что капсом-то все? Open main menu. Минуточку. Это меню из первой альфы, что ли? Что-то я не пойму немного. Серьезно, я такого меню никогда даже не видел. Чтобы оно тут было. Хм, интересно, интересно. Ну-ка, давайте тогда по-другому. О-о-о-о. Нет. О-о-о-о. Если нейбор 3 ввести команду, есть такая команда. А если ввести 2? 2 или 1 даже. То нас... Должно... А что нас не перемещает никуда? Зависло такое чувство чудо. Ну, я нажимаю, ничего не происходит. Короче, пришлось перезагружаться. Давайте сразу войдем в игру. И есть несколько приколюх вот с этой командной строкой. Она активируется при нажатии на нее. Ну, хотя бы, наверное, все знаете. Вот режим ГОСТ, если ввести. Нет, мы не ввели с вами его. ГОСТ. И мы будем летать сквозь текстуры. И можно поисследовать некоторые вещи. Вот... Есть также команды Волк. Чтобы снова встать на ноги и как бы дальше играть, надо ввести команду Волк. Ну, Волк-то ходить как бы по-английски. Также можно ввести команду Флай. Мы будем также летать, но не будем проходить сквозь текстуры. Вот здесь можно узнать, что находится за этой дверью. За этой дверью ничего нет. И мы даже если сюда выйдем, то увидим, что тут такая вот стенка невидимая какая-то. Ну, и тут, в общем-то, реально ничего нет. Можем вниз опуститься и увидеть, что тут машина. Видимо, сосед закопал нашу машину. Ну, и модельку главного героя многие впервые увидели, именно пройдя под землю сюда. Ключик тут лежит. Модельку соседа можно найти. Дверь, еще одну дверь. Можно за соседом наблюдать, который делает абсолютно все, не снимая одежду и перчатки. Это удивительно. Ну, давайте посмотрим, почему бы нет. Как он так делает? Он что? Похоже, он реально психически больной. Он ничего не... Он делает все, не снимая одежду и перчатки. Здесь можно тоже найти несколько таких домов. Которые, про которые я вам говорил. Вот здесь вот. Мы можем в них даже зайти, но там... Но здесь видно, что здесь те же... Такая же комната, тот же сам проход, но тут ничего вообще внутри нет. В оранжевой версии дома тоже самое. Если подняться немножко повыше, то можно увидеть, что там есть несколько домов, но так это конец карты. Больше тут ничего нет. Но это не совсем так. Мы сейчас еще кое-куда перейдем. Ну-ка, если я нажму на... Вот сюда... На Escape, это в это менюшку. Настройка с настройками графики. Перенесет нас. Ну, интересно кое-что другое. Вот здесь вот в подвале вот это вот черное... Вот это черная хрень, это телепорт. Когда мы к ней подойдем, мы попадаем вот сюда прям под землю. В подвал. И мы можем посмотреть его целиком. Можно... В режиме ГОСТ вот это вот... Ничего не сработает, игра не закончится. Можно посмотреть, что там дальше. Ну, мы с вами, наверное, это видели даже. Здесь... Один из ключей, видимо, должен открывать, но... Ни один ключ не подойдет, кстати, здесь, потому что это все не работает. Дальше мы попадаем сюда. Генераторы, вот эта штука, должны открывать решетку, но здесь это тоже не работает. Здесь закрыта. Закрыта она из-за того, что здесь лежит стул под землей. Теперь можно дверь открыть, но там нет ничего. Там абсолютно ничего нет. Тут здесь еще стоял унитаз. Версия альфа 1.5. Мы к этой двери подходим, и там заканчиваться должно все. Также можно попасть сюда и другим путем отсюда. Здесь такая же решетка с генератором. Здесь те же самые три ключа. Короче говоря, все очень круто, конечно же. Но давай. Подвал, конечно, огромнейший. Да и рабочий, чем сам дом. Но, что более интересно, есть одна секретная команда, называется Open Neighbor Neighbor 3. Когда мы активируем ее, мы попадаем на секретную локацию. Кстати, команды у нас все исчезли. Вот, вот на вот, мы попадаем на вот такую пустую карту, где находится вот такой вот здоровейнейший, здоровейнейший просто дом. Вот многие какие-то, кстати, запарились там и что-то делать, фонарик искать, что такое. На самом деле, потому что в доме настолько темно, и ничего не видно. На самом деле, есть решение гораздо проще. Нажимаем Escape. Эй, алло. А что ничего не происходит? На этой карте Escape не работает. Open Neighbor 2. Давайте наберем, чтобы нас перекинуло в меню. Нажимаем Action. Просто не работает на самой карте. Надо графику перенастраивать прямо еще здесь. Короче, все настройки на минимум ставим. И видите, какая графика теперь стала. Ну и давайте снова Open Neighbor 3 нажмем. И видите, теперь все хорошо видно. Так, врубаем ГОСТ. И тут, тут, тут сосед, кстати, бегает. И вот, теперь все хорошо видно. Никакой фонарик, ничего не пригодится. Здесь дверь в подвал, но она тут недоделанная, как вы видите. Кривая. Здесь такая, здесь тоже вот дверь с красным ключом. Здесь находится ключ карты от подвала. Ключ надо красный где-то найти. Короче, это карта тестовая, насколько я понял. забыл. Тут что-то тестировали. Опа. Тут, тут куча всяких комнат вообще очень много. Печка из первой альфы. ее даже нет. Ее открыть нельзя. Винтеля здесь нет. Здесь лежит ломик. Здесь лежит также фонарик. Но фонарик этот неработающий. Он ну с такими настройками и графиками этого не видно, но этот фонарик светит не туда, куда мы хотим, а он на себя самого светит. Нерабочий, в общем-то, говоря, фонарик. тут куча всяких комнат интересных и надо некоторые из них посмотреть. Так, а вот, кстати, смотрите, это дверь из реалистичного стиля рисовки. только она, как вы видите, кривая здесь. Тут реально куча всего. Вон, провода идут из окон в окна. Блин! Обалдеть. Я аж испугался, что-то. Здесь еще одна комната с замком. Тут лестницы. Ого, ничего себе, тут сосед даже есть. Непонятно, какое-то ядерное освещение тут. Ох, ё-моё. Тут лестницы. Куча всего тут есть. Но это тестовая карта. Это тут реально тесты проводили какие-то всякие. некоторые думали, некоторые думали, что вот этот дом будет в следующей Альфе. Но там был уже другой дом. Там был более нормальный дом, чем вот этот. Дом этот, конечно, вообще недоделанный. А что в этих окнах саде находится? тут находится ломик и фонарик, который вроде бы нормально светит. Да, но с этими ой, чё такое? С этими настройками и графиками этого не видно. Но этот фонарик рабочий вроде бы. Вот здесь тоже есть фонарик, который рабочий. Ой-ой-ой. Ой, это какого чёрта? Дверь с до которой нужно допрыгнуть. Хотя да не это хрен допрыгнешь. Да, тут текстур нет. Ну, короче, эту карту ещё можно рассматривать очень долго. Идут много интересного не так уж и много на самом деле. Что касается следующей альфы третьей, мы на неё тоже с вами потом посмотрим как-нибудь в другом видео. Там консольной команды в дд консольной строки не было. Она была убрана, отключена. Но там в файлах игры остались несколько карт, которые можно через Unreal редактор запустить. Одна из этих карт это как раз вот этот тот же самый дом. Точно такой же ничего не изменено. Есть также оригинальная карта из альфы второй. Ого, тут ружья есть. Оно стреляет хотя бы? Стреляет. Рабочая газонокосилка. Ну-ка, она сейчас полезется поедет. Как это будет выглядеть? не смогла поехать газонокосилка, блин. На колесах отстанет или нет? Нет. Ну, ладно. с этими настройками графики даже не видно огня. генераторы всякие торчат тут. Ножка стола. Куча всего тут, короче говоря. Ладно, наверное, на этом мы закончим. на сегодня этот обзор мы, в принципе, все посмотрели с вами в этой версии. Посмотрим обязательно и на третью альфу. тут ночь. Тут ночь. А там на карте из альфа второй, ну, тот маленький домик. там там всегда этот день. Никакого никакой смены времени суток тут нет. В отличие от предыдущих двух версий. Ладно, с вас лайкос подписывайся, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на стримовский канал, на канал с ульяными видосами и на группу ВКонтакте. Всем пока.